Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня будет обзор покупок из магазина бюджетного светофор. Так что, если вам интересно, присоединяйтесь. Сейчас у нас лето на дворе. Посмотрим, какие цены. Так как цены нам обещают поднимать и поднимать. И мы сделали достаточно большой закуп. Так что здесь и химия, и продукты, чуть-чуть сладости и всякая фиговина. И поехали. Первое, что я вам покажу, это с говядиной полнорационный сухой корм для кошек, антигриенты высшего качества. Цена 122 рубля. Фирму вы видите. Это мы берем уже второй раз. Кошки и собаки у нас едят. Но сразу хочу сказать, что мы этим кормом кормим животных своих очень редко. Обычно мы готовим и коту, и собакам. И поэтому этот корм идет тогда, в тот момент, мы даем, когда просто нечего другого дать. И он у нас просто в запасе. Так что едят они с удовольствием. И поэтому решили купить еще раз. Вот они у нас такую пачку две собачки и кот ели, наверное, на месяца два. Вот. Этот вес. Вес 1,9 килограмм. Практически 2 килограмма. Сразу покажу туалетную бумагу. Она быстренько сейчас улетит с экрана. Это всем известная фамилия. Часто берем вполне нормальная. 8 рулонов. 70 рублей стоит. Тисненная. Нормальная мягенькая такая бумажка. Достаточно не сильно плотный рулон, как видите. Значит, ее там как бы не сильно набита она. Далее тоже с виду не очень красивая бумага. Но она, кстати, плотнее. И 27,90 стоит. Как видите, 4 рулончика здесь. Вполне нормальная. Так что в туалет на уличной вполне сгодится. Ну и также вот тоже взяли 12,50 такая новинка у нас. Биг-75 никогда не брали. Но достаточно большой тугой рулончик. Ну и цену увидите. Замечательная цена. Салфетки для всей семьи Лилия-Лилия. 250 штук. 38 рублей стоит. Стандартные обычные белые салфетки. В других цветах не было. Были только в таком вот варианте. Поэтому хорошая цена. Дешевле, чем, кстати, в ленте. Сопас, который скидочные цены. Дешевле, чем в фикс-прайсе. Там 250 штук. Стоит 55 рублей. Я считаю, это слишком дорого для фикс-прайса. Тем более в любом магазине можно купить дешевле. Качество, по сути, все одно и то же. Они нам нисколечки, не хуже. Фамилия. Бумажное полотенце. Тут у нас два рулончика идут. Листики такие, ну, как бы сказать, не полноразмерные. Делятся на две половинки. Кстати, это очень удобно. Ездили с мужем также отдыхать, а на рыбалку. Рулон моментально расходится в компании, поэтому взяли еще. Хорошие, нормальные. Они также, вот видите, тисненные, симпатичные. Вот видите, тиснение тут есть. Поэтому смысла не вижу разворачивать. И самая главная цена замечательная. Опять же, дешевле, чем фикс-прасть, 36,96. Ну, 37 рублей стоят вот эти два рулончика. Хорошая бумага, замечательные полотенца. Кстати, они двухслойные. Также взяла вот Аквелла. 30 рублей стоят 120 штучек. Они потихонечку, потихонечку дорожают. Раньше они были 27,50. Потом стали что-то 28,29. Теперь уже 30. Хорошие. Теперь только ими пользуюсь. Конечно, у них там нет просроченного, ну, как бы имитации прошитого края. Вот они самые обычные. Но, знаете, мне это совершенно не мешает. А, кстати, есть. Что-то я даже не обращала внимания. Вот видите, есть слегка. Ну, как-то я особо не замечаю разницы с просроченной, не просроченной. Все совершенно для меня одинаковые. 120 штук. Хорошая цена, замечательная. Так, вот такие замечательные штучки Ола. 32 рубля. 10-12 штучек. Они идут комфортно в сумочке. Выглядят они вот так. Замечательные. В прошлом видео я показывала, даже раскрывала. Хотя не люблю это делать, но один раз рискнула и показала, как они выглядят внутри. Я думаю, все понимают. И нормальные, хорошие штуки и хорошая цена. Так, далее Аура. Влажная туалетная бумага. 80 штук. Это у нас Алоэ Вера. В таком же варианте там есть, только голубая. Я не помню, то ли хлопок. Короче говоря, голубая упаковка. Здесь 80 штучек. 50 рублей стоит опять же дешевле, чем в фикс-прайсе. По-моему, в фикс-фиксе то ли 77. Не помню, какая цена, поэтому я их не стала даже брать. Открывается, все работает. Нормальные бумажки. Тоже для машины. Просто в машину положить замечательно будет. Вот так это все выглядит. Такая же салфеточка рыхленькая и влажненькая. Кстати, как пахнет? Очень-очень приятненько кстати пахнет. Чем она от салфеток отличается не особо мне понятно. Вроде тот же самый тканый материал, только более прозрачный. Думаю, что в машине будет отлично. Далее очень рада, что опять застала вот этот брефсилактив. Хвойная свежесть. Только хвойная была нас в прошлый раз и показывала. Сейчас хвойная. Никаких других вариантов ароматов у нас нет. 4 в 1. 4 в 1 формула от Хенкель и 130 рублей. Для меня это самая хорошая цена всех магазин. Каких я в магазинах выборов не смотрела. Даже в фикс-прайсе стоит вот эта одна штучка. Тут их 3. 77 рублей. Можно сделать выводы и даже по акциям я смотрела в пятерочке. Везде-везде выходит намного дороже. Это самая отличная цена. Взяла про запас. Отличная штука для унитаза. Думаю, знают, как вешать. Вот так вот все. Отличная штука пальмира. Помним мы прекрасно эту пальмиру с советских времен. Стирали мамы всегда и чистили все. Такими баночки у нас стояли в ванных и брали по 4-5-6 штучек. Стирали и все. Мыли, чистили, ванну чистили. Что мы только ими не делали. 450 миллиграмм здесь. Это я муж купил себе в гараж. Руки мыть. Он также котелок чистит. Прекрасный чайник походный. Все это очищается просто такой пальмиры. Дешевый и отличный и хороший. Вот все можете прочитать, если кому что-то интересно, для чего это. Кто не очень знаком с этим продуктом. Мне приятно видеть, что какие-то советские продукты у нас еще какие-то отголоски. Еще мы можем увидеть в магазинах и все это прикупить. Тем более там все вот эти вещи были всегда хорошего качества. Вот состав тут можете прочитать и кому что нужно, пожалуйста. Я думаю все знают, что это такая паста. Вот так это все выглядит. Так как она пахнет. Приятный такой аромат. Не вонючий. По сути надо было мне для себя тоже взять, потому что я в светофоре очень редко вижу такую пальмиру. Вот увидела. Надо было несколько банок здесь все-таки. Классная штука. Так новинка нашего светофора. Первый раз все время я увидела такое средство. Стоит она у нас 41 рубль. Это я округляю цены. Где не забываю я их округляю до целого числа. Ну кое-где я пишу с копейками. Чистая любовь, белизна, гель, концентрат супер отбеливания. Вот так он примерно там выглядит. Будет охлад, теперь показываю. Такой гель. Да, слегка гелеобразный, не водичка. Ну что сказать, пахнет хлоркой. Но пока глаза у мне не слезятся. Там я не знаю, как он будет работать. Так белизна, концентрат, супер отбеливания. И давайте прочитаем, что же тут нам пишут вообще. Кому интересно, на русском языке прочитайте. Можете на паузу поставить. И состав тут есть. Вот. Фокусировка бы тут не портилась. Вот способ применения. Да что же такое. отбеливания хабылиных тканей удаления чувствительный какой пятен. 50 грамм, то есть 5 столовых ложек на 10 литров воды. 50-40-50 градусов. Выдержит 20 минут. Ну я думаю, как обычный хлор, наверное, только погуще. Ну попробую. Для унитаза, кстати, замечательно подойдет. Он погуще, будет лучше задерживаться на стенках унитаза. Так, лампочки. По-моему, старт нам привезли в первый раз. По-моему, другие были лампочки, я помню. Старт это светодиодная лампа, холодный свет. Цена у них 115 рублей в наборе. Вот они идут, две штучки. Это отличная цена, потому что на рынке мы что-то с чем-то покупали старт, уже давно не помню, когда, но на рынке достаточно дорого лампочки выходят. Вот, можете все, прочитать информацию кому нужно. Комфортно для глаз, не содержит ртуть. Я думаю, лампочки отличные, их не стоит проверять. Думаю, я сейчас проверить не побегу, но потом, конечно, я проверю. 100 ватт. Обратите внимание, там есть, кстати, другой вариант еще лампочек, но там был теплый свет. Название не помню, фирма. Короче, там есть разнообразие и выбор. посмотреть. Новые фонарики подвезли, также старт, 90 рублей, замечательная цена, но он маленький сам по себе, фонарь налобный, вот, вы смотрите, мощность 3 ватта, три режима свечения, 250 часов работы, современная технология. Так, ну, вы сами понимаете, на рыбалку везде нужны такие лампочки, вот еще так, прочный изнасостойкий корпус из пластика, три режима работы, влагозащитное исполнение. Вот так это выглядит, я, конечно, уже посмотрела, работает он или нет. Так, муж покупал в светофоре уже фонарик, но он был за 130, по-моему, рублей, побольше, и в прошлом году, в этом году он пользуется, говорит, прекрасный фонарик, все хорошо работает, единственное, что он его уронил, и там что-то где-то откололось, но работает вообще никаких моряканий нет. Вот так это выглядит, резиночка самая стандартная, вот обычно тянется, он легкий, аккуратненький, тут и батарейки мизинчиковые входят, все открывается, кстати, батарейки вы в светофоре тоже можете найти прекрасно, успе, как он открывается, тут мне через камеру не видно вообще. Так, вот я открылась, тут экспрессические батарейки мизинчиковые. Так, кстати, все батарейки разные, любые какие хотите, в светофоре тоже имеются в продаже. Вот так это выглядит, и посмотрим свечение. Светит просто очень здорово, мощный, яркий свет, один режим, послабее режим, и мигающий. И мигающий, выключаем. Вот самый сильный. Отличный фонарик, ему же понравился, мне тоже. Так что, если берите, если проходите, не проходите мимо, я считаю, за 90, сколько там, 90 рублей, просто можно было два взять. Такие вещи, как бы, постоянно нужны. Далее, конечно, мы взяли батарейки, но не мизинчиковые, а пальчиковые. 184 рубля, 10 штук, GP. Я не могу сказать, что это супер батарейки, что они очень долго держатся, но такие, по мне, так это среднее качество, но муж захотел, взял 10 штучек. Вот. Не знаю, выгодно, не выгодно, как мы, GP уже давно не покупаем, вот решили взять, попробовать. Так что, сказать ничего не могу по поводу этих батарейок. Если вы что-то знаете, пользуетесь ими, какие они добротные, долго ли они держат свою мощность, напишите, пожалуйста, в комментариях, будем знать. Есть такие мизинчиковые, и там есть еще другой вид батареек, какие-то зеленые названия, я не знаю, никогда их не видела в других магазинах, там тоже и пальчиковые, и мизинчиковые, то есть вы даже можете в ассортименте выбрать. Мизинчиковые идут, по-моему, точно такая же цена, то есть одна цена и на мизинчиковые, и на пальчиковые, везде 10 штучек там. Так, это у нас была химия и всякая такая билиберда, теперь давайте продукты, продукты быть немножко сладенького, немножко того, немножко сего, так что давайте, если вам интересно, не убегайте далеко от камеры, от видео, от компьютера, от ноутбука. Первое, что я покажу, это овощную рагу, стоит оно 100 рублей, 99,90, сто раз уже показывала, вот составляющие, ну, я понимаю, что сейчас овощи уже свежие, но у меня сын просто любит вот такую готовую смесь, ну, вот я ему и приготовлю, саратов, и состав, где состав-то, такс, томаты, перец, морковь, кабачки, баклажан, лук, привезли нам, наконец-таки, нормальный майонез, светофор, все время там какая-то ерунда продавалась, я раньше показывала, пробовали, и в итоге я поняла, что это нехороший майонез, и перестала в банках брать пластиковых, не помню название, привезли все-таки нормальный, мистер Рика, мне этот майонез нравится, он вкусный, покупаю во многих магазинах, и по акции, и без акции, и также в фикс-прессе его покупала один раз, вот именно в таком объеме продавали, там маленьких обычно всегда стоит, но по-моему 77 рублей стоило в фикс-прессе, вот, 63 рубля он стоит, тут светофорий, замечательная цена, взяла две штучки, так, значит, натуральный продукт, и объем его, так, объем 800 миллиграмм, замечательный, далее, отличный томатный кетчуп от Heinz, нравится, точно такой же, опять же продается во всех магазинах, также берем, также покупаю в фикс-прессе, когда он есть, там он стоит 55 рублей, или 50, вот не помню, здесь он стоит 42 рубля, 450 грамм, замечательный, вкусный, постоянно покупаем, мне нравится, очень вкусно, в шаурму идет, здорово, у нас вообще пачками уходит, из-за того, что постоянно готовлю шаурму, вот эти вот, в лаваше что-нибудь заворачиваю, и прям уходит очень много его, поэтому взяли побольше, муж сказал, что ему интересно попробовать вот такой кетчуп, это взяли мы первый раз, обжорка, вот так это все выглядит, равно 700 грамм здесь у нас, стоит он 40 рублей, томатный кетчуп, не знаю, не пробовала, если попробую, сейчас вам скажу, какой на вкус, так, состав, прочитайте состав, пожалуйста, если кому-то интересно, вот он есть, на паузу можно поставить, сейчас попробую, кстати, неплохой, не жидкий, нормальный по консистенции, то есть, не вода там, ну, по вкусу он напоминает томатную пасту, со всякими специями, ну, неплохой, можно брать, поэтому, по крайней мере, один раз можете взять попробовать, страшного не будет, я не могу сказать, что он плохой или богаткий какой-то, нет, можно взять, и также на борщ он пойдет, на зажарку, если есть необходимость, за 40 рублей, почему бы не использовать зажарку его, этого обжорка, нормальный, на четверочку продукт, вкусненькие мясли, очень любим, где-то была у меня с ценой, да, с ценой, сын уже у меня умытнул пачку, так, пойду искать, так, вот, нет, забрал он другую, 48 рублей стоит, разглядела, отличная цена, ровно в половину дешевле, чем в любом магазине, ленте, магните, где угодно продается, вкусная мюнсле от ОГО, запеченные яблоки с грушей, 350 грамм в пачке, с меру сладкие, но не имеют вкус, сын мне тоже на них подсел, вот, они бывают совершенно разные, но вот эти из всех, самые вкусные, именно запеченные с яблочком, они прям самые такие вот, насыщенные и сытные, по-моему, даже калорийные, кстати, ну, калории тут вот, вы можете посмотреть, ну, с молочком, это просто вкусняшка, поэтому, кто не пробовал, конечно, попробуйте, и просто сказочная цена на них, взяла 4 пачки, опять же, к теме молочка и быстрого завтрака, копья кукурузные, глазированные, вкусненькие, повторяю уже, мне нравятся, не в меру сладкие, не приторно-сладкие, состав, кому интересен, пожалуйста, можете прочитать, на 100 поставить, полкило, и, как видите, цена 46 рублей, замечательная цена, в других магазинах, мне кажется, они тут дороже, по крайней мере, когда я смотрела, эти пачечки были выгодны, и они вкусненькие, колбаска рубленая, первый раз я ее беру, сейчас покажу, как она выглядит, вот так, так, ну ладно, сначала мы посмотрим цену, 232 рубля 90 копеек, стоит килограмм, и цена, видите, вышла, сколько, господи, как называется, батон колбасы, вышел на 197,50, вот вес, выглядит это вот так, сейчас я ее вытащу с упаковки, ой, извините, так, значит, вот такая этикеточка, колбаса, полукопченая, охлажденная, царьцинская трапеза, состав, где найти состав, кстати, я не могу найти состав, я что-то в упор не вижу, а где, в магазине я, кстати, его не смотрела, а составы здесь, а, он, наверное, здесь, а, точно, вот состав, кстати, потому что я схватила, не читала, так, на взгляд, этикеточку посмотрела, вот состав, филе куриное, а, теперь понятно, это куриное, оказывается, шпик, синина, бедро, бескостное куриное, животный белок, еще что-то, вот, ну и колбаса выглядит вот так, по вкусу она приятная, очень ароматная, хорошо пахнет, единственное, у нее прям много хрящей, вот так это выглядит, прям, очень пахнет, прям, как открыла упаковку, пахнет вся кухня, вот, вкус приятный, но много хрящей, попадаются даже вот такие плотные кусочки, которые надо разгрызать, то есть дети маленькие точно ее не поедят, не смогут разжевать просто-напросто, ну, или любители хрящей, пожалуйста, хорошая колбаса, вкусные шпроты в масле, брали такие, такую брала на пробу когда-то за 77 рублей, здесь, как мы видим, 69 рублей, кроще, но приятно, в экономии, взяли две штучки, 180 грамм по весу, вкусные, хорошие, рекомендую, там целые рыбки лежат, крупненькие, ну, их единственное, там 4 штучки, что ли, ну, мало рыбок, но они крупные, целенькие, вкусненькие такие, хорошие, ну, они, видите, небольшие такие, вот, муж сказал, ему надо, купила, ананасы консервированные, в шайбах, в кольцами, замечательный продукт, купила 4 банки, за 49 рублей, 90, ну, короче, 50 рублей каждая баночка, это очень, достаточно нормальная, хорошая цена, вес у них, так, изготовлено, кстати, в Таиланде, так, и вес у них, мы видим, не то, 565, и основной продукт, 320 грамм, ну, а так, 580 миллилитров здесь, ананасы шайба в легком сиропе, ананас, вода, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, вкусные, хорошие, сколько берем, всегда нравится, какие бы там фирмы не были, взяла, тортик буду делать, вот, мне две баночки, наверное, я так думаю, идут, и две на салатик, смотрите, сколько кофе в этот раз мы опять взяли, я в прошлом видео показывала, что мы брали одну пачку, очень понравился кофе, шикарная, замечательная кофе, да по такой сказочной цене, всем рекомендую, у кого есть в магазинах, просто вы обязаны взять, если вы любите кофе, жареный в зернах, вот, мы потом, после того, как я сняла видео, выложила, у меня муж поехал, купил еще 5 пачек, и в итоге мы сегодня заехали в Светофор, и еще купили 5 пачек, там мы практически последний забрали в нашем магазине, ну, там, возможно, в ящиках стоит, мы просто с полочки взяли, отлично, 70 рублей, вот такая пачечка, здесь 200 грамм, очень вкусный, хорошие зерна, хорошо заваривается, даже в кружки мы его заварим, не обязательно в турке, зернышки гладенькие, целенькие, по всей практически одного размера, то, что и должно быть в кофе, нет там никакого мусора, ни горький, ни пережаренный, приятный, очень приятный, у него нежный вкус, для кофе классического, так, я не помню, что здесь за сорт, сзади вы можете все прочти, все мокрое, в сумке, сзади можете все прочитать, если кому что-то интересно, замечательно, рекомендую, покупайте обязательно, просто красота, ну, кофемолку, естественно, надо иметь, поэтому набрали, рады, получается килограмм, выходит, где-то 350 рублей, тут вообще просто здорово, первый раз взяли, вот такой чаек, на пробу Индии, я сколько на него смотрю, столько его не покупаю, решила попробовать, напишите, вкусный, невкусный, их тут 3 штучки в упаковке, 100 рублей стоят, эти 3 штучки, нам стало интересно, он изготовлен, именно в Индии, вот тут мы ничего не сможем прочитать, черный чай, тут пишут нам, чай Индии, черный, пачка 90 грамм, 3 штуки Индия, так, на русском языке, что способ, на русском языке есть, прочитайте, состав 100% черный, байхаллистовый, индийский чай, сорт 1, место, страна, происхождение, Индия, заварю, обязательно, сегодня прям заварю, хочется его попробовать, хороший, нехороший, и под видео, обязательно в комментарии напишу, понравился или нет, к чаю, конечно, Тимошку, чак-чак взяли, 54 рубля, это то же самое, кто кушал, такой чак-чак, фикс прайс, в других магазинах продают, маленькие, там по 50 грамм, такие, упаковочки, здесь у нас получается, 300 грамм упаковка, вот, масса, 54 рубля, точно такой же медовый, у них новая этикетка появилась, вкусный, замечательный, поэтому решила взять, светофори, обожаю, очень сытный, насыщенный вкус у него, для меня он не переслащен, совершенно, так, где-то у нас, по-моему, сколько раз говорила, при русском Ахтарске, так, на русском языке сначала найти, вот, чак-чак медовый, мучные, восточные сладости, рекомендую, покупайте, я считаю, продукт хорошего качества, мед натуральный, яйцо, куриное пищевое, масло подсолнечное, так, мука, сахар, загуститель карагина, разрыхлитель, гидрокарбонат натрия, соль, поваренная пища, оригоэтр, кислотность и сатрат натрия, в общем, чайку, как раз-таки, ну, и, конечно, как у мужчины могут обойтись, без таких орешков, это у нас арахис, ядро, цена здесь у нас, написала, 94 рубля, не жареный, жарить надо самим, 700 грамм, вес каждой пачки, хороший арахис, никаких прогоркших здесь нет, не попадалось нам еще ни раз, сколько берем, вкусненький, если вы хотите пиво с арахисом, значит, пожарили, посолили, он будет солененький, и вот, я считаю, выгодная покупка, обычно он стоит везде дороже, вот, две пачки муж мне прихватил, так, на этом наш весь закуп светофорский, закончился бюджетный, вышло у нас это все на 3 тысячи, вся эта масса, хотя, вы сами видите, цены низкие, но кое-что мы брали впрок, потому что, если сегодня не возьмем, завтра его не будет, либо это подорожает, как, допустим, кофе, ну, поэтому, я, не знаю, я люблю этот магазин, хотя там есть и не очень хорошего качества продукты, но, как видите, я стараюсь брать более-менее качественно, надеюсь, вам видео это было полезно, спасибо, что досмотрели до конца, это важно досмотреть до конца, так как в конце, может быть, вообще быть, что-то самое интересненькое, ну, спасибо за просмотр, всем до свидания, всем пока, ставьте пальчик вверх, нажимайте на колокол, чтобы не пропустить мое будущее видео,